Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Продолжаются дни святок. Напомню, что они заканчиваются праздником Крещения. Ну и еще после праздника Крещения, по празднству этого праздника. Поэтому такой длительный цикл ликования от Бога воплощения, Бога явления в мир, мир людей. Мы, когда говорили о Рождестве, мы сказали, что мы попытаемся вот в это событие, событие Бога явления, событие Бога воплощения, постучаться несколько с иной двери, с двери иконографии. То есть двери искусствоведческой, культурологической этого праздника. И говорили мы в праздник Рождества, об иконографии Рождества. Сегодня мы поговорим накануне праздника Крещения Господня о иконографии праздника Крещения. Говорить будем с доцентом Самарской духовной семинарии, с сотрудником Церковно-исторического музея, искусствоведом Еленой Владимировной Деевой. Здравствуйте, Елена Владимировна. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, дорогие зрители. В прошлый раз мы максимально широкими мазками нарисовали икону Рождества, ну, по крайней мере, расписали ее, да, для того, чтобы наши верующие зрители, которые ходят в храм, которые встречают эту икону в храме, смогли ее правильно прочитать. Ну, а те, кто не ходит, могли бы хотя бы у отца Гугла или у матери Яндекс, как это шутят некоторые из наших отцов, общих наших знакомых, вот, спросить, посмотреть, увидеть эти изображения и тем самым, ну, каким-то образом, хотя бы обогатиться интеллектуально. Сегодня мы с вами поговорим о иконе Крещения Господня. Мы уже неоднократно в предыдущие наши разы, года, говорили о том, что некогда это был единый цельный праздник, и никогда христианский мир первых веков этот праздник не разделял. То есть, это был единый праздник Богоявления Теофании, который как бы в себе совмещал одновременно рождение Христа и одновременно выход его на проповедь после крещения от Иоанна. Но для того, чтобы бороться с тогда возникавшими ересями, а главным образом идеей того, что Христос родился всего лишь человеком, и 30 лет он жил всего лишь как человек, и не больше того, это был обычный отрок, сын и так далее. А вот при Иоанна и Ордан, он получает как бы некие благодатные свойства, на него сходит Дух Святый и таким образом в нем поселяется, как в храме. И для того, чтобы победить это заблуждение, праздники распараллелились, праздники растождествились, для того, чтобы еще и еще раз показать, что Христос родился Богом, 30 лет жил Бога-человеком, и Бога-человеком выходит на свою проповедь, придя на Иоанна. Ну, это вот небольшая такая преамбула, а, собственно говоря, о том, какие таинственные знаки есть в иконографии, как их не проглядеть, а прочитать, какие смыслы они для нас раскрывают, мне бы хотелось услышать от вас. Ну и опять же, так же как с Рождеством, давайте поступим, начнем с некой вводной части. Есть ли какой-то генезис иконографии Крещения? Конечно. Конечно, есть. И мы опять можем обратиться в катакомбы и увидеть не часто, не вот прям так, как волхвов, но пореже. Но, тем не менее, есть очень известный такой образ, его очень часто воспроизводят, когда заходит речь об иконографии праздника Крещения, когда такой почти мальчик стоит, да, над ним парит птица, такая достаточно большая, и от этой птицы исходят вот такие лучи, то ли воды, то ли света, то ли струи воды, то ли лучи света, да. И поскольку сама эта роспись не полностью сохранилась, еще видна рука, которая кладется на голову мальчика, этого спасителя, да. Вот. Почему он здесь как мальчик? Это тоже интересный сюжет, и об этом можно тоже достаточно долго говорить. Но вот сам сюжет вообще есть, да, то есть, в принципе, это и... Я прошу прощения, что перебиваю, для наших телезрителей сейчас будут возникать картинки, они увидят эти картинки, изображения, и действительно может возникнуть вопрос. Поэтому, может быть, мы хотя бы... Да, конечно, мы сейчас скажем, почему мы не утаим, потому что дело в том, что вообще изображение Христа юным, это тоже такая эллинистическая традиция, очень важная для понимания того, что Христос — логос, и Христос, вот эта вот юность его, и это как раз вот, ну, вот эта суновность, она таким образом передается. И, кроме того, это еще очень важная такая деталь, именно вот в сцене крещения, потому что он юным часто изображается, безбородый Христос в ранних христианских образах явление нередкое. Но именно вот в образе крещения очень важно отметить, что раньше крещение совершалось нечасто, и к нему очень долго готовились. Люди по нескольку лет могли проходить катехизацию, да, и вот пока они в этом состоянии, они дети, они мальчики, они девочки, они не взрослые люди, и только когда они принимают святое крещение, они становятся взрослыми. И вот эта деталь, она может быть иносказательна и об этом, о том, что поскольку Христос все делает как человек, и потому что он человек, да, не как, а потому что он совершенный человек, да, и совершенный Бог, то он проходит все эти человеческие стадии. Поэтому он и воплотился как ребенок, как младенец, да, мы об этом с вами в прошлый раз говорили, не сразу пришел могучим и сильным и всех победил, да, вот, смерть попрал сразу же. Вот, то есть вот эти фазы, он как человек их проходит. И вот здесь это крещение, хоть оно исторически, оно, конечно, было в возрасте 30 лет, и он, конечно, был уже человеком с бородой и так далее, да, потому что образ исторического Христа в иконографии потом возобладает, особенно восточной христианской традиции. Это вообще очень важно. И это будет тоже такая победа, потому что вот до определенного момента вот эти эллинистические отсылки, да, какие-то персонификации или еще что-то, это всегда некие помощи. Это как вот пища для новорожденного. Мы же не будем сразу сухарь давать, да, как-то кашку сначала, там, молочко. То есть вот это вот молочко, которое эллинистический мир, уже имеющий опыт визуальных искусств, так скажем, да, он помогал таким образом этим людям воцерковляться, и образы тоже воцерков... Ну, как бы эллинистический мир воцерковлялся, чтобы это такой совместный был процесс. Вот. Поэтому вот этот образ мальчика, да, он нас не должен смущать. Это, в общем-то, остается в прошлом. Но что важным является, думаю, в общем-то, я вот со студентами, со всеми на разных уровнях, да, и с нашими будущими пастырями, и там на других курсах всегда проделываю тот же самый эксперимент. Я спрашиваю, вот вы узнаете, что за сюжет? Они сразу говорят, что это крещение. Потому что здесь мы видим как раз вот ту единицу иконографическую, без которой крещение невозможно. Вот как раз тот центр, который потом, когда иконография обрастет подробностями, какими-то деталями, которые будут дополнять, раскрывать, углублять и так далее. Но самое главное – это вот этот момент нисхождение некого столпа, да, в общем, это свет все же, да, больше. Будем так склоняться к этому. И птица, которая парит, да. Вот этот свет, вот этот – это глаз Божий. Потому что мы помним, что когда пришел Христос креститься, то прозвучал глаз с небес. Все сыны мои возлюбленные, да, в нем мое благоволение. И вот голубь, который парит, это вот как раз Дух Святый. То есть мы, опять же, видим с вами сразу Троицу. Мы Троицу, в общем, будем видеть практически всегда, когда мы будем видеть образ Господа, мы будем видеть всегда троичность. Да, даже в единице мы будем видеть троичность. Вот. Ну, а если говорить об этих вот замечательных подробностях, которые, конечно, самое главное и важное – это Иоанн Претечи, да. И это тоже тот человек, без которого невозможно говорить о крещении, потому что они таким образом исполняют всякую правду, да. То есть они делают то, что должно состояться. И когда Иоанн Претечи изображается, то мы тоже можем говорить, опять же, об этих встречах Ветхого и Нового Завета, да. Потому что Новый Завет придет только со Спасителем, а Иоанн Претечи о нем только еще сообщает, да. Он последний пророк, и это важно, что он здесь еще представитель того, старого, другого мира, да. Хотя, конечно, мира, который меняется, мира, который призун к покаянию. И сам Иоанн Претечи, он все время, да, говорит, покайтесь, его приблизилось, да. И вот образ его, он очень интересен, тоже по-разному иногда изображается. Иногда его взгляд обращен ввысь, как бы в небо. Иногда его взгляд сосредоточен на самом Христе, да. И здесь тоже могут оттенки смыслов таким образом раскрываться. Вот. Ну, и одна очень интересная деталь, она не всегда бывает, но очень часто, если это достаточно полная иконография, мы видим некое древо у потока, опять же, да, и тут отсылы могут быть к псалтыре. Но и можем увидеть, что у этого древа при корнях лежит секира. Это вот некий атрибут, который связан с Иоанном Претечи, да. Но мы не знаем точно, с секира и не ходил, да. Почему вообще секира? Это вот тот иносказательный смысл, который отсылает, опять же, к его проповеди, да. И здесь мы можем обратиться к евангельскому тексту и увидеть вот, как раз прочесть эту проповедь, да, где будет сообщено, что древо, которое не приносит плода, нужно срубить и бросается, да. Вот. То есть вот такая деталь, которая, может быть, не всегда бросается в глаза. И неправильно прочитывается. Я потому что в свое время тоже, когда мы беседовали со студентами, я задавал вопрос, что студенты, будущие пастыри, то есть, по идее, как бы люди уже Евангелие как минимум не раз читавшие. Ну, во всяком случае, верить хочется. Хочется, хочется. Вот. И они отвечали, что, ну, он же там обращался к воинам. Это, видимо, их элементы. Вот они там типа того, что... Пошли и бросили. Да, все, бросили и пошли. Да, и очень интересное прочтение. Там же еще и цепи, по-моему, кое-где встречаются, разорванные цепи. И образ, опять же, который нас перебрасывает в воскресенье. Вот. Что некие узы разбиты, рассечены узы со смертью, узы ада, которыми связано было человечество. А вот тогда логично будет, если уж мы переходим к этим узам ада, кто там в реке плавает? О, это вот очень интересно. Что за бесы? Это очень интересный сюжет. Причем, действительно, даже иногда от очень уважаемых людей слышишь, что вот это бесы. Дело в том, что это точно не бесы. И, опять же, если обращаться к тому, как иконография складывалась, то у нас есть прекрасные совершенно образцы равенских двух равенских баптистериев. Один в баптистерии Ариан. И здесь не надо пугаться этого, потому что ничего там в данном случае страшного нет. А другой, так называемый, баптистерий православных. И там, и там изображается некий персонаж очень интересный, который тоже массу интересного слышишь от своих слушателей, когда задаешь им этот вопрос, начиная от того, что это бог отец, и заканчивая тем, что тоже кто-то пришел креститься, ну, пожилого возраста просто. Потому что вот в этих арианских баптистериях, особенно вот в раванских баптистериях, особенно в том, где арианский, да, где вот он сидит такой уже, прям, ну, там занимает очень большое внушительное место, это, и большое удивление всегда, что это вообще персонификация Иордана, да, потому что вот античности свойственна эта персонификация. А как вот еще изобразить реку? Ну, можно просто волны, но здесь тогда это просто исторический сюжет. А здесь же есть очень интересные моменты, которые с прообразами связаны, да. Мы о Христе же не только из Евангелия знаем, мы же знаем из большого количества пророческих текстов, да, из Пасалтыри. И здесь можно вспомнить 113-й Псалом, когда говорится, что море удивилось и побежало, и Ордан обернулся вспять, да. И вот здесь как раз вот этот вот Иордан, это образ такого Нептуна, да, вот этого водного мира, вот этой водной стихии. И здесь это такой очень знакомый образ для, опять же, вот тех, кто воцерковлялся, тех, кто крестился в этот момент, да, потому что вот эти равенские баптистерии, они V века, да, то есть церковь только-только выходит. Насколько я помню, там как раз Христос изображается безбородом, отроком. Да, вот, да, он изображается, да, отроком, это как раз вот то, о чем мы уже поговорили. И вот этот образ Нептуна, образ вот этого вот подводного царя, да, вот стихии, он был знаком античности, они изображали их в своих бассейнах на дне, да, то есть это как голова медузы Гаргона, которая могла быть там, так оформлено могло быть сливное устройство, да, вот. Да, то есть для большинства-то сейчас вот людей мы употребляем слово баптистерии, сразу вспоминается баптисты, баптизу, а это же были, по сути дела, обычные бассейны, в которых... Да, бассейны для крещения взрослых людей, потому что люди приходили взрослыми, и крестились, и детей крестили, и взрослых крестили, да, и у нас сейчас все свелось к небольшой купели, вот. Вот здесь тоже очень интересный вопрос, я думаю, что его лучше обсуждать с нашими высоколовыми умными отцами, а не со мной, вот. Но вопрос о том, там, погружное и так далее, крещение. Но вот ранняя церковь знала как раз бассейны в аптистерии, где нужно было... Причем изначально, если мы до того, опять же, перенесемся, до того, как христианство стало религией разрешенной, то есть перестало быть гонимой, эти бассейны вполне находились в обычных домах, вот, там, не знаю, богатых римских граждан. И не только богатых, я могу сказать. Маленькие бассейны... Вообще Рим, он очень связан с водой, и то, что у них система акведуков и прочее, то, что они... Первое, что они делали, когда приходили, строили дороги и водопровод везде, да, это не только связано с достатком, это связано с культурой определенной, которая в античном мире была. И эллинистический мир, наследуя эту античную, римскую именно античность, распространяя ее, да, и греческая философия, и комфорт Рима, да, это как раз эллинистический мир. Поэтому, в общем-то, эти бассейны, вообще средства для умывания, они были вполне... То есть мы видим опять просто... Я для наших телезрителей хочу расцветить немножко этот мир, что как удивительным образом не круша, не разрушая, не с какими-то молками, хотя, ну, не будем брать радикальные истории, когда крушились статуи античные, там, и так далее, но в целом христианство входит перерабатывая, переосмысляя и демифологизируя тот мир, в который оно приходит. То есть фаюмский портрет был на лице каких-то там египетских умерших для того, чтобы... Погребальный портрет. Погребальный портрет, который всего лишь пытался показать, во-первых, того человека, который здесь покоится, с другой стороны, подчеркнуть мысль загробной активной жизни. Но мы взяли, переработали, и вот эти фаюмские портреты стали привычными для нас как раз будущими, иконами и так далее. И здесь то же самое, да, вошли в базилику, базилика обычный, изначально дом, в котором жили, просто жили люди. Но в домах собирались христиане, и базилика постепенно-постепенно становится храмом, а тот бассейн, в котором раньше просто купались, становится крещальной купелью. Ну, вообще вот эта идея очень, мне кажется, важная, что когда христианство, оно приходит, оно пытается взять все самое лучшее и ценное. И здесь, как не вспомнить Юстина Философа, который говорил, что христианин, христианину принадлежит все самое лучшее, что создано человечеством, да, то есть вот, ну, перефразирую я дословно, не помню эту стату. Мне очень эта мысль нравится как раз, о том, что вот наполнив, только наполнив эти языческие смыслы новым христианским содержанием, мы получаем христианское искусство. Потому что если бы просто, это очень слепой перенос, то мы не получили бы вот того, богословия в красках, о котором мы с вами уже говорили, да, то есть вот этот мотив переосмысления, перерабатывания, отбрасывания ненужного. И вот это отбрасывание ненужного, оно потом же будет, потому что мы до сих пор не изображаем Ордана сидящим практически вровень со Христом, да, он где уже в этот момент? Вот в нашей современной иконе, да, уже после 11 века и даже, ну, после 9, 9-11 века, это время, когда иконографический канон складывается, мы видим, что у него совершенно конкретное место, он в ногах, его место там, он не привлекает внимания, но он там есть, и он там иногда не один, а вот как раз вот с другой фигурой моря, да, женская фигура, и они плывут в разные стороны. Вот это тоже такой момент очень интересный. Иногда бывает, что две мужские фигуры, и тогда вспоминается другая трактовка иконографическая, что это как два потока, когда Христос входит, разделяется Ордан на два своих потока, да, и вот они там тоже есть. И здесь вот это, опять же, нас к каким прообразам относит, к тому, как море разделилось, да, вот что нам прообразно говорит о крещении ветхозаветное, сюжеты какие? Как раз вот прохождение евреев через море красное и бегство от фараона. То есть вот эти прообразы, мы их здесь тоже можем видеть, да, и вот эти персонификации этого моря, это не просто милая деталь и дань традиции, а это еще и смысл богословский. И остановка определенная, да, то есть картины мира. Да, совершенно. Такая космогония. Да, и поэтому здесь они, это, так скажем, воцерковленная стихия. Стихии тоже радуются и воцерковляются. Вот они, воцерковленные стихии, которые в момент, когда вот в Ирианском бобтистерии, да, изображается он в Равейне, он с таким жестом, немножко испуганным, да, он испуганный такой, совершенно потрясенный. Потом дальше мы видим, они вполне мирно плавают там уже, да, и среди рыб, и других каких-то морских существ. Ну и тоже тут, нет, прошу прощения, тоже, мне кажется, одно из главных деталей, ведь учеников ни одно чудо так не убеждает в божественности Христа, как то, что он повелевает стихиями. Да, да. То есть они как будто бы складываются впечатления, очень спокойно смотрят на изгнание бесноватых, бесов из бесноватых, исцеления, там, каких-нибудь сухорубких, сагбенных, там, и так далее. Но только экзистенциальный ужас их посещает, когда они вдруг видят, что он повелевает море успокоиться, и море его слушается. Кто он, что и стихии ему подчиняются. Это точно не просто пророк. Да. Ну и очень важная деталь, она тоже в иконографии достаточно рано возникает, но, в общем, в канон входит. Это крест, который изображается в, как бы, в ногах у Христа. И здесь мы тоже можем сказать, что мы сразу видим и крестную смерть Христа, да, то есть вот то, к чему он призван, выйти на проповедь, да, и то, чем закончится его земное человечество. Вот это удивительная, да, какая-то штука того, как богословы, иконописцы-богословы, они умудрились вот через маленькие какие-то вкрапления, детальки, показать, что жизнь Бога-человека-Христа это такой гераклитов поток. Вот. Ну, та самая река, в которую как будто бы, не как будто бы, вернее, нельзя войти дважды. Вот. И это подчеркивается нам из праздника в праздник, что, например, нельзя из жизни Христа, вот некоторые христиане живут по этому принципу, тебе крест, а нам воскресенье. Господи, да, ты там распинайся, а вот нам бы Пасха, яички и так далее. И вот это вот желание из этого гераклитового потока взять и вычленить что-то для себя, из Рождества взять только вот елку, мандарины, детские праздники. Изюм из булки. Да, 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 да. А раз, и церковь говорит, а нет, вот, а вот нельзя это просто как одно только радостное событие рассматривать. Крест присутствует вот во всех, потому что он, собственно, ради этого и приходит. Удивительная история. Впрочем, я вас перебил. Да. Но здесь еще интересно, конечно, если посмотреть на ангелов, которые встречают Христа. И здесь тоже очень много и наивной, конечно, трактовки возникает, да, когда иконографически рассматривается этот образ ангелов. Вот почему у них покрыты руки? Вот этот вопрос, который очень часто задают. И здесь такой вопрос, он очень простой, и очень простой ответ на него можно получить, что и ангелы настолько благоговейно относятся к Христу. То есть вот эта святость Христа подчеркивается вот через эти платы, которыми они встречают его. То есть дети, например, смотрят, говорят, а это полотенчики. Ну, можно согласиться, да, потому что, например, западный мир, который очень любит конкретику, а не вот эту восточную схему, потому что это в восточной иконографии появляется. У них это потом трансформируется, они держат хитона Христа. Да, то есть как бы, ну, не просто же тряпочки держать. Вот для дела здесь стоят. Это тоже интересно, как менталитет восточно-христианский и западно-христианский какие-то вещи по-своему перерабатывает. Это тоже то, о чем можно думать. Но ангелы, конечно, выражают свое... Во-первых, их поза, они кланяются, они узнают в нем, они знают в нем Творца. И они знают, что они его творение, поэтому это благоговение совершенно безграничное. Поэтому вообще все святое через полотенце. Мы помним через плат. Мы можем вспомнить, как всегда тоже это нравится, потом же праздник Сретения будет, и Семен Богоприимец, у него руки покрыты, должны быть. Если они не покрыты, это уже на самом деле некое вольнодумство авторов, которое потом после 17 века возникнет. А вот ранняя икона, она всегда знает покрытые руки в иконе Сретения. Или когда... В воскресенье, когда Христос берет. Да, да, да. Успение, например, когда ангелы стремятся принять душу Божией Матери из рук Спасителя, да, она в виде спеленной девочки, а у них руки тоже покрыты. То есть вот эти детали с ангелами, с покрытыми руками, это тоже, в общем-то, такое указание на благоговейное отношение, да, потому что иногда мы в нашем беге, да, даже вполне благочестивом, предпраздничном, можем вот это вот внутреннее чувство благоговения, которое нам нужно испытывать, перестать испытывать. И здесь нам... Нас возвращает икона, она действительно вот... И как Библия для неграмотных, да? А ты остановись, а почему здесь вот так, да, и задумайся об этом. Может быть, что-то тогда важное будет открыто. Вот. Ну, это вот такая достаточно развернутая иконография, и если мы говорим, опять же, о какой-то такой троичности, то горний мир представлен опять горками, да, это восхождение, и всегда будет этот верхний сегмент неба, который раскрывается, как бы, да, вот лучами, которые передают этот глаз. Иногда глаз передается рукой, дланью такой господней, да, в некоторых. И это, кстати, традиция, вот, идущая от иудейского мира, потому что там Господа нельзя было изображать, но длань Господню изображали, вот. И вот здесь еще парящий, конечно, голубь, да, то есть Дух Святый, который нисходит на Спасителей, то есть вот это такая вертикаль Троицы, да, которая вот показывает нам, как нам вообще нужно самим выпрямиться, да, и быть, ну, соответствовать этому. Интересные бывают моменты, когда мы видим, где-то Христос как будто бы шаг делает к Иоанну Предтече, да, где-то он стоит совершенно ровно, да, где-то у него прикрыты чесла, где-то они не прикрыты, да, и это уже такие, так скажем, вариации в каноне. И здесь всегда очень интересно, как вообще канон подвижен, как он откликается на какие-то, да, вот где-то важно подчеркнуть вот это движение Христа к Иоанну Предтече и его принятие этого крещения, а где-то важно уже показать вот это как раз такое стояние Христа, да, вертикали. Ох, Елена Владимировна, можно бесконечно слушать, очень интересно, но, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу и, как всегда, небольшое мое резюме в конце нашей сегодняшней передачи. Мне кажется, что праздник крещения, который мы грядем праздновать, праздник богоявления, Теофании, и вы сегодня об этом в том числе сказали при разговоре об ангелах и про вот эти платы чудесные, это праздник узнавания, то есть праздник того, как не проглядеть, потому что даже в Евангелии обычно на эту ремарку редко кто обращает внимание, что кто-то слышал всего лишь гром, вот, когда происходил, слышался глаз от Бога Отца. Только часть, в частности, Иоанн, креститель, слышит в этом конкретные слова, способен в них в этом громе что-то расслышать, остальные слышат гром. Вот эта вот идея того, как не проглядеть, как узнать, мне кажется, является главной фундаментальной идеей сегодняшнего праздника. С праздником вас! И вас, дорогие наши братья и сестры, зрители наши, поздравляем с праздником Богоявления, желаем острого глаза не проглядеть Христа, который ходит гораздо ближе, чем нам кажется. Храни всех вас, Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова